Две крупнейшие нефтегазохимических компаний России, Сибур и Таиф, объединяются. А там спровоцируют ли монополию рост цен на внутреннем рынке, расскажем в следующем сюжете. На базе ПАО Сибур Холдинг будет создана компания, в которой действующий акционер АО Таиф получит 15%. В замену они передадут новой компании контрольный пакет акций Таифа. 50% плюс одна акция. Наше студенческое сообщество интересует эту тему безусловно. Во-первых, генеральный директор АО Таифа Руслан Шагабудинов, выпускник юридического факультета Казанского федерального университета. Во-вторых, группа компаний Таиф представляет собой крупнейшее предприятие в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслях Татарстана. А значит, это большое количество рабочих мест для наших студентов и выпускников в этой области. Казанский федеральный университет на базе Института геологии и нефтегазовых технологий готовит квалифицированных специалистов для работы по этому направлению. Мы пообщались с заведующим кафедрой финансовых рынков и финансовых институтов, заместителем директора по научной деятельности Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета Ленаром Софиульным. Он рассказал нам, продолжит ли сотрудничать объединенная компания Таифа и Сибура с КФУ. Здесь уже в рамках сотрудничества, я думаю, изменений и политики, и взаимодействия не будет. Потому что Казанский федеральный университет и Таиф – это основные контрагенты, которые находятся на территории республики Татарстан, где осуществляется и основная деятельность, здесь и рабочая сила. Поэтому и студенты, я думаю, могут не беспокоиться о трудоустройстве в этой компании в будущем. Теперь только, возможно, это будет под эмблемой Сибура. Выручка у Сибура за 2020 год составила 523 миллиарда рублей. В Таифе за тот же год 582 миллиарда. Работают в Сибуре порядка 22 тысяч человек, в Таифе 38 тысяч. Так почему же тогда Сибур поглощает Таиф и забирает контрольный пакет акций, а не наоборот? Данная сделка была обоюдная, носит финансовый характер. Стандартная сделка слияния поглощения, поэтому торны, я так предполагаю, имеют взаимовыгодные цели этого процесса. С целью дальнейшего развития обоих компаний. Объединение может спровоцировать рост цен на внутреннем рынке, потому что фактически два крупных игрока создают монополию, что приводит к значительному снижению конкуренции. Ну, во-первых, это будет крупнейшая компания, а крупные компании, в частности монополистические компании, они имеют возможность за счет эффекта масштаба повышать свою экономическую эффективность, поэтому мы считаем, что это очень хороший путь. Есть те, кто считает сделку необходимой для Таифа, потому что в противном случае компанию бождала стагнация. Президент республики Татарстан Рустам Миниханов в свою очередь отметил, что после объединения в ближайшие 3-4 года объемы производства Нижнякапс, Нефтехима и Казань Оргсинтеза должны вырасти в два раза, а значит больше рабочих мест, больше финансов будет поступать в республику, что существенно может сказаться на экономике в положительном ключе. Илья Андреев, Ленардо Влесьяров, Универньюс.